Все краше и краше становится, там, синий, ай ты, милый, девочки, вы сейчас офигеете. Ёлочка, гори! Привет, мои хорошие, с вами Селена Свой, и сегодня у нас любимое и непревзойденное видео FixPrice. Сегодня оно особенное, потому что декабрь, потому что в FixPrice невероятное количество к Новому году новинок, и все мое видео состоит из новинок. И я спешу скорее, как вы помните, я хочу украсить свой дом в этот раз, походу половина из всего будет FixPrice, потому что там столько приколюх, что я просто офигела. Я уже столько не зарабатываю, сколько там приходит новинок, раньше я успевала их покупать, сейчас я пришла просто и понимаю, что я там уже баснословные деньги оставляю, все покупаю, покупаю, и все, понимаете, ну не одну какую-то штучку хочется, например, звездочку, да, а хочется их пять, а они по 100 рублей одна, мы сейчас посмотрим. Короче, у меня здесь все новогоднее, готовимся, украшаем свой дом. Перед тем, как начать, я бы хотела вас познакомить с одной очень интересной девушкой, она блогер. У нас с ней немного схожие каналы. Девочку зовут Аня, канал называется Ани Скай. Девчонка вообще классная, на самом деле прям такая душевная, вот я знаю, что вы во мне цените искренность, такую непосредственность, открытость, и я когда попала на ее канал, меня она очень этим тоже привлекла и обояла. Она начинающий блогер, поэтому у меня будет просьба поддержать ее, зайти к ней на канал, посмотреть, что она делает. У нее также есть покупочки Fixed Price, целый плейлист. Она также делает обзор на разные новинки, делает обзоры, тестирует разную косметику, также снимает влоги. Девушка очень приятная, непосредственная и безумно обаятельная. И в преддверии Нового года на ее канале именно сегодня стартует видеоконкурс. Там она будет разыгрывать бьюти-боксик, как раз-таки для зимы, разные косметические средства. Она вам все расскажет, я ссылочку на ее канал и на конкурсное видео оставлю под своим видео. Обязательно заходите, я вас очень прошу, поддержите этого человечка, потому что мне она показалась очень светлым, добрым и непосредственным. Правда, очень милая девушка. Давайте сделаем ей приятный сюрприз, приятный подарок, поучаствуем в ее конкурсе и обязательно подпишемся на ее канал. Аня, привет! Ну а теперь мы начнем, начнем с наших супер-покупачек, супер-новиночек FixPrice. Итак, первое, на самом деле, эту звездочку скинула мне одна из моих подписчиков. Говорит, Селена, это, по-моему, для декора то, что тебе нужно. Я сначала пошла в FixPrice, взяла одну такую, ой, три такие звездочки, они по 100 рублей. А потом подумала, ну какие три звездочки? Мне нужно как минимум пять. И я еще взяла две звездочки. Ну, помимо звездочек я еще взяла снежинки такие. Вот они, вот такие снежинки. И еще вот такие снежинки, то есть здесь не одна, а здесь целая палитра снежинок, они по 77 рублей. И такая же палитра елочек. Мне интересно, какого цвета все это горит, одинакового ли или разного. И сейчас мы это с вами вместе все проверим, потому что я также взяла батарейки. У меня батарейок очень много, но я взяла, на всякий случай, еще две пачки именно для вот этого всего. И надеюсь, мне все это хватит, потому что здесь много чего на батарейках. И первое меня интересует звездочка, мы ее открываем. Смотрите, она вот такая звездочка, то есть здесь должно все гореть. Еще здесь идет длинненькая подвесочка, что тоже делает свою красоту. Я это все, ну и на фон, и просто по квартире. Скоро будет рум-тур, когда я до конца все сделаю. Вот смотрите, здесь такая прям веревочка длинненькая. То есть она тоже как дождик, и типа с дождика свисает эта звездочка. Так, давайте теперь откроем. Все очень просто. У меня, кстати, есть в фикс-прайсе сердечки такие. Как с ними удобно, и на фонах вообще удобно. Вот, кстати, кто там блогеры, начинающие блогеры. Ой, как красиво, уже светится. Вот, смотри. Милота. Вообще красота, милота. И вот я это думаю на фон повесить. Так, одна готовая звездочка. Сейчас еще. В общем, смотрите, примерно что-то такое получилось. Очень красивое, и в реальности смотрится еще лучше. Звездочки горят, получаются вот таким вот тепленьким золотым цветом. И вроде бы свет особо сильно не забирают на себя, потому что тусклый. Дальше вот такие вот снежинки, то есть то же самое, только снежинки. И мне интересно, какого цвета они. Кстати, одну пачку батарейки я израсходовала. Что мне нравится еще в этих именно светильниках, тем, что они не привязаны к розетке. Во-первых, не нужно столько много розеток и удлинителей, и проводов. А просто, то есть самостоятельная, самостоятельная игрушка, которую можно повесить хоть на люстру. Вы понимаете? И будет смотреться хорошо. Кстати, мы заодно с вами проверили, что все пять штук, которые я купила, они все работают. И вот снежинка, она такого же цвета. В общем-то, кстати... А, тут нет огонька. Тут вот есть огоньки на звездочке. Пять конечков. А здесь вот на пятой нету, видите? Все краше и краше становится. У меня есть еще одна снежинка, но мы ее уже вешать не будем. Давайте проверим, какого цвета горят вот эти вот елочки и снежинки здесь. Я думаю, что зеленый и голубой. Почему? Потому что я когда покупала сердечки, сердечки у меня горят красного цвета. Хотя они, по-моему, сами по себе красного цвета. Короче, проверим. Скрестим пальчики. Нет, оно горит не зеленым цветом. Понятно, что все горит, в общем-то, вот таким теплым цветом. Ну, как фонарики на маленькую елочку тоже нормально. Куда-то положить, красиво что-нибудь украсить. Такие маленькие елочки, они буквально вот... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь елочек. Ну, и снежинки не будем тогда проверять. Получается то же самое. Кстати, вот здесь оно не просто горит статично все время. Здесь есть переключатель. То есть вы включили, выключили именно, когда вам это нужно. Еще последние две снежинки я забрала вот такие. Смотрите, какие красивые. Они лепятся на стекла, на зеркала. Держатся очень хорошо. Я покупала позапрошлым или в прошлом... Да, в прошлом году я покупала всякие сердечки. Тоже там хэпи, елочки. До сих пор они где-то у меня лежат. Они силиконовые и такие многоразовые. Очень красиво смотрятся. Я прилюблю и вставлю вам сюда видео. Очень красиво. И две снежинки, они прям беленькие. То есть не нужно, наверное, даже по трафарету, хотя у меня есть, что-то на окне рисовать, а потом это мыть. А очень просто взяла эту силиконку, прилепила. Она держится себе приспокойненько. Ее даже не нужно не мочить водой, ничего. И создает уже очень красивый антурас. Как вы знаете, я все это делаю для мелкого. Ну и, соответственно, и себя порадовать, вспомнить вообще, как раньше я Новый год отмечала. Ярко и беззаботно. Также, как помните, у меня синие снежинки есть. Еще меня что-то поперло на звездочки. Я взяла три такие звездочки. Их тоже хорошо на фон куда-то поставить. Они, по-моему, по 55 рублей или по 77. Вот где-то так. Мне показалась нормальная цена. Возможно, они где-нибудь на рынке дешевле стоят. Хотя, я думаю, сейчас к Новому году цены повышаются на все. Поэтому сейчас не найдешь прям супер дешевого чего-то. Также я взяла именно вот такую мишуру. Мне понравилось. Она где-то рублей 50, наверное, стоит, я думаю. А может даже 99. Чек у меня лежит, но вот это вот сейчас вот тратить время, честно говоря, на оцену не хочу. Просто я вам показываю, что там есть, а вы уже придете в фикс прайс и посмотрите. Мне понравилось. Здесь и серебрушка, и голубо-синий такой цвет. Достаточно плотная, длинная. Тоже красиво пойдет. И даже на фон красиво пойдет. Даже вот так. Я две взяла. Пригодятся. Чего-нибудь красиво украсить. У меня даже люстры нет. У меня чисто лампочки вообще висят. И все. Собирались люстру хозяева взять. Ну, что-то так они взяли. Ну, я и не расставила. Еще для офигенного декора. Я случайно просто увидела. Ну, и для декора, и мне, для фона. Девочки, вы сейчас офигеете. Мало того, что розовые, мало того, что пайетки. И это еще очень мне пригодится на фон. И две их было. Представляете, последние забрала. Две наволочки. Нихера себе, они по 200 рублей. Я думаю, что мне так дорого вышло. Блин, ну 200 рублей за наволовку, я не знаю. Она также стоит на Алиэкспресс. Блин, ну качество прикольное. В общем, взяла и взяла. Я не жалею. Ладно, 200 рублей. Я еще взяла и вот эту прихватила. Тогда зачем я ее прихватила? А эта такая темно-коричневая и золотистая. Я ее прихватила. Не знаю, зачем. Я почему-то думала, что они по 50 рублей. Размечталась. Представляете, как красиво у меня будет на фоне лежать вот такие две? Ну вообще, это класс. И еще звездочки горят. Блин, я хочу уже фон какой-то супер сделать, волшебный. Здесь, в общем-то, у нас розовая и серебристая. А с другой стороны плюшка. В общем, и этой стороной тоже классная. Короче, многофункциональные. Я думаю, что они мне очень сильно пригодятся. Такие классные, хоть и дорогие наволовки. Так, еще, еще вот такой мишка. Я там его увидела. Но здесь батарейки не нужны. Здесь батарейка есть. Просто посмотрим, как он горит, какого цвета. Такое, мне кажется, отлично вообще на подарок будет. Такой милый мишка. Смотрите. Здесь выдергиваются чека. Ай, вот он горит уже. Также можно его выключить. Он горит красненьким. Вот такой, видите? Ой, он еще мигает. Зеленый. Красный, зеленый, синий. Ай, ты милый. Ой, как красиво. Слушайте, моему мелкому понравится, мне кажется. Вот, зеленый. Зеленый, красный, синий. В общем, вот такой мишка. Классненький. Милый. Милый, милый мишка. Вы знаете, что у детей сейчас утренники всякие. И фикс прайс по 99 рублей. Вот где написана цена, я буду говорить. 99 рублей. Такие всякие наборчики. Ну, этот наборчик я взяла для себя. Тут хвостик, бантик, ушки. В общем, пригодится. Взяла. А пацану своему я там ничего не подобрала. Хотя там были даже отдельные, знаете, такие шапки с ушками разных зверюшек. Просто шапки. Не смотрела даже, сколько стоит цена. Но я когда пошла в Ашан, потому что у нас же тоже в садике будет утренник. Нам сказали, там, выберите какой-то себе костюм. Я выбирала такой костюм, потому что пацану 2 года всего, там, 2,2. Чтобы он не сдирал, не снимал. И то, я не знаю даже. Там тоже есть шапка, но он такая более тоненькая. Не такая теплая, как в фикс-прайсе. Мне кажется, такие фикс-прайсы более теплые. И там еще жилеточка и шортики. В общем, он у меня котик будет. А есть еще вот такие там киски, мышки. Разные цвета, в общем-то. Вот так. Еще я малому взяла вот такую игрушку. Это тоже новинка. Здесь всякая развивашка, развивающий телефон. Тут, как я понимаю, вообще тут и звери, и буквы учить можно. Вот. Телефон. Так, блин, тут надо открыть отверткой. Меня это бесит, когда нужно открывать отверткой. Это же надо ее найти. Здесь они рабочие. Привет. Привет. Испугал. Как четко. То щащука. И нарисованный здесь жук. Очень отчетливо говорит, мне нравится. Дальше, правописание. То есть каждое слово, которое здесь произносится по буквам. Найди букву. Найди букву. Ага, ты... Молодец. Ну, мне очень нравится. Мне прям порадовала громкость, в принципе. Она не такая громкая, что прям ужасная. Но очень отчетливо выговаривает. СМ. Мышь. Привет. Пока. То есть прям вот отлично. Для малого моего, мне кажется, понравится. Еще, еще. У меня, смотрите, что есть. Давно мне говорили. Купи, Селен, вот этот вот шарик. Типа здесь мало того, что шарик прикольный, но еще здесь и вот это вот можно оставить. Ставить светящуюся штуку, которая вокруг шарик обматывается. В общем, 99 рублей. Вот такой вот шарик. Я, наконец-таки, его увидела, потому что до этого я его просто не видела. Я его давно уже взяла. Входит в комплект вот такая штучка. Вот такая штучка. Пока что я совершенно не понимаю, что с этим всем делать. Вот такая штучка. Потом штучка, значит, куда батарейки вставляются. И, видимо, вот эта проволока, которая обматывается. Шарик. Как-то он вот так выглядит просто плоский какой-то. Не знаю, вообще он надувается, что ли. Как-то. И две трубочки. И тут без инструкции, честно говоря, я не обойдусь. Пока я буду читать инструкцию, я взяла еще две вот такие вот конфетки. Ананас и манго. Две. Сейчас я попробую ананасик. Написано без сахара, с витамином С. И пока я буду читать инструкцию, попробую вкус и вам вернусь и расскажу. Конфетка бесподобная. А вот шарик. Короче, здесь нужно типа его насосом или чем-то еще. Но у меня нет под рукой ничего такого. Я только могу надувать руками. Еще написано губами. Еще написано, что надо его растянуть вот так, как бы так, вот двумя руками в разные стороны, чтобы легче было. Интересно, он такой маленький должен же быть, получается. Просто у нас шары такие продают, бывает на остановках большие. Но он же не растянется прям пипец. Максимальный диаметр надутого шара. Примерно 40 сантиметров. Тогда, да, он должен надуться как следует. У меня, как всегда, все через одно место. Я не буду его полностью надавать. Я его оставлю вот таким маленьким. Мы просто посмотрим сам смысл. В общем, еле распутала я эту проволочку. Она очень тоненькая и быстро запутывается, поэтому надо быть с ней очень осторожной. Я надеюсь, она будет работать с моей труды. И не зря так очень. О, какая красивая. Она, кстати, горит не желтым уже цветом. Ну и вот так, например. Например, вот так вот я и... Ой. Короче, вы поняли. И включаем. Ёлочка, гори! Слушайте, ну красота. Нет, я найду насос, и надо сделать что-нибудь красивое. Я надеюсь, вот это будет еще работать и гореть. Очень крутая, красивая. Красивый цвет. Очень тоненький, такой утонченный. Прям даже просто можно взять. Ради 99 рублей шарик стоит, да? Ради вот этой вот штучки. И она реально из проволоки. Ей можно обмотать, я не знаю, любую игрушку. И на елку повесить. И вот что-нибудь обмотать. То есть красивый сделать такой вот. Ой, поняли меня. С этой проволочкой нужно быть действительно очень аккуратной. Потому что она очень быстро путается. И это вообще дискомфортно. Ананасик я попробовала. Он волшебный. Вообще очень вкусная конфетка. Прям рекомендую. И манго. Такой же классный. Нет мочи рассасывать. Хочется разгрызть и вкусить. Весь аромат, весь вкус. Ну что, все, мои хорошие. Новиночки на сегодня закончились. Не забывайте про канал Анни Скай. Ссылочка под видео. У нее на канале сейчас стартует конкурс. Я вам всем рекомендую поучаствовать. И от меня лично я желаю всем удачи. Расскажете потом, кто выиграл. Мне очень будет интересно. Все, мои хорошие. Я вас люблю. Целую. Бегите в фикс прайс. Потому что все очень быстро разбирают. Особенно, понимаете, звездочки, все дела. Надеюсь, что у вас все это будет. Если у вас еще этого нету, я надеюсь, что скоро привезут. А мы с вами увидимся в следующем видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok